О старости человек должен думать уже практически в детстве. Это закладывалось раньше в старину глубокую изначально. Раньше же пенсии не было. Как делалось? Если человек знает, что у него не будет пенсии, то кто его будет кормить в старости? Логически будет понять, что это будут дети. Получается, что обеспечить свою старость нужно что сделать? Родить побольше детей. Ты можешь родить много детей, но неправильно воспитать и у тебя старость может превратиться в кошмар. Твои же неправильно воспитанные дети принесут тебе много несчастья и горя. Второе, что нужно сделать, это правильно воспитать своих детей. Но тут сталкиваешься с такой проблемой. Можно очень много говорить, рассказывать сказки, как себя должен ребенок вести, нравоучения давать. Но это все бесполезно. Потому что, как говорит английская пословица, не учите своих детей, и они все равно будут похожи на вас. Поэтому, чтобы правильно воспитать детей, их можно воспитать только собственным примером. А как это делается? Твои дети должны видеть, как ты относишься к своим родителям. То есть, родители пришли в гости, ты им лучший кусок положишь. Ты отца одного слушаешь, глазки вдову, маму слушаешь, уважаешь, любишь, не перечишь. Отцу ноги помыл, воду выпил, условия создал. То есть, заботишься о нем. И когда дети растут, они как губка впитывают эту информацию. Они понимают, что когда их родители, то есть ты постареешь, они должны так же и беспокоиться, заботиться о тебе. Ну, к примеру, двенадцать детей. На полный круг, получается, нужно иметь шестнадцать детей. Ну, представьте, двенадцать детей или шестнадцать. То есть, один ребенок в году один месяц кормит своего родителя. Правильно ведь? В старину же еще как делалось? Больше любви получал старший ребенок. Второй чуть поменьше, чуть поменьше. И последний получал, ну, как бы, какой-то необходимый минимум. Но он добирал всю ту ласку, которую он недополучил в детстве, уже как бы во взрослой жизни. Потому что родители стариковать уходили в дом младшего сына. Старший сын опекал второго сына, второй, третьего и последнего. А старший опекал всех. И то есть, они во взрослой этой жизни продолжали опекать своего младшего брата. Тем более, в его доме теперь живут их родители. То есть, или родовой дом доставал младшему сыну. То есть, ну, тут зависело от ситуации. Таким образом, вот, младший сын получал ту ласку, которую недополучил в детстве. Но, естественно, внуки, когда росли в доме, где есть папа, мама, дедушка и бабушка, то есть, они получали более полное воспитание. Почему? Да потому что родители-то работают, зарабатывают там муж с женой. Там, ну, сынокос, там еще что-то, какая-то страда посевная. А дома оставались бабушки и дедушки. Они и воспитывали. Дед обучал внука, как правильно запрячь лошадь, как правильно вести хозяйство, как пахать, как сеять. То есть, он впитывал в себя вот эти мужские знания и качества. А девочка, ну, вертелась возле бабушки, то есть, училась тряпать там, вытирать пыль там. Пусть там чонками маленькими еще неудачно, но училась этом. Собственно говоря, девочка, вырастая в такой семье, понимала, что муж, он главный в семье, то есть, он голова. То есть, женщина — это шея, как бы. Ну, и без нее тоже никуда, потому что женщина для мужчины является тем источником, бесконечного океана энергии и любви, на котором мужчина, собственно, и живет в своей жизни. В противном случае он проживает свою жизнь на своих дохлых аккумуляторах. Ну, понятно, подзарядка нужна. Современный человек, ну, вообще человек подзаряжает с помощью еды, с помощью божественного потока, с помощью любви, когда он встречает свою половинку. И когда знаешь вот эти законы мироздания, законы общежития, то есть, то, что раньше было в общине у нашей, да, то есть, эти знания сейчас восстанавливаются, то и жизнь у тебя появляется, становится естественной. То есть, без напряжения, без лишних хлопот. То есть, это как в природе. То есть, движение человека естественно для человека, движение тигра естественно для тигра, то есть, и моторика соответствующая. То есть, вот эти взаимосвязи с природой, они остаются. А современный человек, он оторван, во-первых, от земли, его согнали вот в эти зоны мучения и страданий, как называемые городами. Во-вторых, связь поколений была разорвана. То есть, дедушки, бабушки уже не могут передать предание старины глубокой своим внукам и внучкам. Ну, что тут говорить, если уже родители от детей оторвают с помощью вот этих молодежных субкультур, правильно? То есть, пренебрежительного отношения к своим родителям, прадедам, бабушкам, дедушкам. Это делается еще с помощью такого механизма, как введение ложной гипотезы Дарвина. То, что якобы человек бывший обезьяна, то получается, что если человек бывший обезьяна, то дедушка с бабушкой ближе к обезьяне стоят, чем молодой человек. То есть, у него появляется тщеславие. А если он знает, что его предки — это боги, то есть, дитя богов, то есть, представляете, дедушка-бабушка с одной стороны, дедушка-бабушка с другой стороны, там, прабабушки. То есть, получается, такая пирамида, то есть, величие всех этих родовых богов. То есть, они родились, чтобы дать ему жизнь. То есть, он уже несет ответственность за прошлое, он несет уже ответственность за будущее, то есть, за своих детей. То есть, у него правильный подход и правильное мировоззрение формируется вот такого человека. А у бывшей обезьяны что там может формироваться? Ничего хорошего, правильно ведь? То есть, для него его родители являются, ну, то есть, существами ближе к обезьяне. То есть, низшими существами по отношению к нему. Вот в этом и ловушка. Вы поймите, я не призываю не платить пенсию нашим многострадальным пенсионерам. Потому что, собственно говоря, они жизнь свою провели в трудах и достойны этой оплаты. Но все-таки плавно нужно формировать четкое мировоззрение, что пенсия должна обеспечиваться твоими детьми, обществом. Ну, при современной энерговооруженности человека, в принципе, человек должен работать в неделю где-то полчаса. При этом сохраняется нынешний уровень потребления. Ну, то есть, если два часа поработать, то, ну, в четыре раза уровень потребления может возрасти. То есть, технологии сейчас позволяют делать так, что, собственно говоря, достойную жизнь можно обеспечить всем. Если сменить правила движения денежных потоков современные, то есть ослабить вот этот налоговый пресс, то очень легко можно увеличить как бы возможности современного человека. Ну, уровень жизни современного россиянина можно увеличить довольно просто раз в пять. Но проблема заключается в том, что у современного человека очень высокое тщеславие, ну, церковник, говорят, гордыня. А повысив возможности тщеславного человека, дав ему больше денег, мы тем самым автоматически повышаем его тщеславие. И он на основании новых возможностей натворит больше вреда. Поэтому повышение дохода современного человека нужно обязательно увязывать с уменьшением уровня его тщеславия. Иначе это приведет к очень серьезным и большим последствиям, причем вредоносным. То есть, общество может просто рухнуть. Поэтому повышать нужно планомерно, параллельно, понижая тщеславие человека. То есть тщеславие – это тщета славы, желание быть лучше всех всегда и во всем. Тщеславные люди между собой не смогут никогда взаимодействовать, потому что каждый будет считать себя чем-то лучше, чем другой человек. Это основано на том, что отсутствует божественное первостол у человека, знание об этом. И человеческие качества становятся самоценными. И они начинают соревноваться – кто выше прыгает, кто дальше бегает, кто более сильный, более хитрый. И когда мы вернем знания вот эти человеческие о божественной первостоле человека, тогда и качества человека будут не такими важными для нас. Они, конечно, будут важными, но как инструмент познания мира, развития себя как божественной личности. Только так. Узнай больше на Концептуал РФ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...